Время идёт и так называемые «старички» жилищного фонда, которым далеко за 40 часто нуждаются в капитальном ремонте. Решение его проведений зависит от технического состояния, оценку которого проводят дважды в год. Так, например, уже преобразился дом по улице Ленинградской 1. После реновации он выделяется ярким фасадом на фоне своих ровесников. Основные виды работы у нас включаются – это капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт, если это панельный дом, это стыки стеновых панелей, инженерные сети по подвалу, которые включают в себя водоснабжение, канализацию, горячую воду, отопление в том числе. Также мы рассматриваем вопросы о капитальном ремонте системы электроснабжения, опять же, в зависимости от необходимости и от состояния данного жилого дома. Капитальный ремонт балконов, либо это лоджии, в зависимости от конструктивных конструкций дома. Решение о проведении капитального ремонта в прошлом году было принято относительно 28 домов. С задачей справились успешно, и на данный момент все объекты введены в эксплуатацию. На эти цели было выделено из городского бюджета более 7 миллионов белорусских рублей, а также более 9 миллионов из суммы целевых отчислений населения. Однако проблемных домов в городе всё ещё достаточно много. Комплекс жилых домов по улице Гаврилова, который за моей спиной, был построен ещё в советские годы. Если тогда он радовал жильцов новаторским решением, то сегодня скорее пугает многочисленными обвалами облицовочной плитки. Помимо первоочередной задачи безопасности жильцов, решение локальных моментов существует и немаловажная и общая для всех сооружений эстетическая сторона вопроса. Наглядное её решение демонстрирует уже отремонтированный дом под номером 18-1. В этом году по соседству с ним станет меньше ещё на два проблемных дома. В этом году запланировано проведение 33 капитальных ремонтов жилых домов. И сумма средств выделена в этом году, общая сумма средств, 19,5 миллиона белорусских рублей. В настоящий момент начаты строительно-монтажные работы на пяти объектах по улицам Гаврилова, 20 и 26, Халтурина, 14, Московской, 342, дробь 9 и проспекту Машерова, 61. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.